всем огромный привет добро пожаловать на мой канал а сегодня будет закупка продуктов из магазина лента я в этот раз решила сделать заказ так как ну не было времени скажем так съездить магазина а продукты закончились в общем решила сделать заказ значит заказала я через бермаркет из магазина лента хотела самого магазина заказать есть приложение же вот эта лента до с которого я кстати все время показываю вам чек в электронном виде но почему-то мне не привозят то есть мне за город не хотят вести как то есть оформить заказ я могу но мне все время пишут что все курьеры заняты и соответственно никто ко мне приехать не может вот сколько я уже несколько раз кстати пыталась заказать напрямую через ленту напрямую через ленту получается чуть-чуть подешевле хотя мне сейчас доставка была бесплатная но все равно по ценам немножко отличается то есть те акции например которые есть в ленте даже в том же приложении их на сбермаркете нет вот как-то так получается вот но в любом случае это очень удобно донесли мне прямо до дома то есть расстояние от калитки еще провезли на тележке это очень-очень удобно ничего самой таскать не нужно вообще супер вот но давайте вам покажу уже саму закупку и чек как всегда будет в конце видео покажу вам как мне все привезли вот в таких пакетах тут мои девчули все проверяют конечно же котейка тоже ну и что-то соответственно было без пакетов это вот такой вот большой всем давайте я разложу и покажу вам уже весь заказ и кстати хочу отметить еще что смотрите они например мне овощи и фрукты все сложили в один пакет отдельно картофель отдельно мясные молочные до яйца аккуратненько тусите здесь у меня овощи фрукты здесь вот всякое такое якая отдельно здесь ну тут полуфабрикаты мясо отдельно вот соки тут я заказала и так далее баночка все проверила все правильно привезли бон все правильно конечно же вот такая закупка получается давайте баночка тут все проверила у меня давайте начну отсюда здесь немножко бытовой химии ну как это не бытовая химия да такое туалетная бумага вот эти бумажные полотенца они мне очень нравятся они плотные в общем у меня на первом этаже и на втором этаже и для уборки использую даже можно немножко смочить и протереть там что-то в общем как тряпочки их использую как просто полотенце бумажной кухонной вот эти мне очень нравится именно вот такой большой рулон они плотные прикольные в общем на акции они вообще недорого стоят также взяла уже раз заказывала ватные диски себе я всегда обычно по много беру беру вот эти 365 дней они тоже мне очень нравится ничем не хуже всех остальных и свои любимые салфетки которые у нас дома я их также для уборки использую в общем для всего они у нас идут внутри упаковочки взяла так и взяла наполнитель для кошачьего туалета вообще хочу перевести вот на такие на такой на комкущийся но мне как-то кто-то давно советовал взять той же фирмы что обычно я беру обычно я беру вот этот самый дешевый наполнитель древесный но он он хорош если у вас все животные в доме да все коты коты в особенности стерилизованы если не стерилизованы а у меня кот ему уже полгода он не стерилизованный то запах вот это не удерживает вот и он вообще у нас маякун туалет убираю часто в общем хочу найти как вниз вот в такой наполнитель а у меня не ходит кот каспер вообще ни в какой он рядом сходит в туалет рядом с лотком со своим данные знали такие подробности но в общем я хочу попробовать вниз насыпать вот такой а сверху вот такой и но потом может перейти на другие какие-то марки и так далее и с каждым разом все меньше и меньше вот этого насыпать а больше вот этого ночью вы поняли хочу на комкущийся они лучше удерживают запах и так далее в общем на такой хочу перевести ну или какой-либо потом другой но чтобы перевести в общем не советовали одной марки поэтому я взяла обычный и вот такой еще потом посмотрим каким другие короче вы поняли да в общем я экспериментирую но посмотрим вас примет лим каспер вот это или нет так здесь у меня тут бона здесь у меня картошка кстати посмотрела хорошую картошку мне выбрали то есть меня очень никаких претензий нет вот такие в сетках ленте бывает плохая картошка здесь очень но по крайней мере на вид очень даже неплохая ну давайте отсюда кое-что я тут взяла по акции конечно же как всегда вот акции делают все яйца отборные три десятка взяла фарш вот такого упакованного как в ленте да в упаковках вот которые они сами фасуют конечно же нет на развес тоже нет вот поэтому я взяла вот такой здесь не килограмм здесь меньше ну в общем фарш домашний ну тоже вроде не очень дорого получилось но почеку посмотрите потом в общем ладно взяла такой также взяла куриную грудку и куриную голень взяла минтай я очень хочу сделать потушить в томатной пасте с морковкой минтай вот это сейчас как раз ты сделаю очень вкусно обожаю купил еще томатную пасту тоже вам сейчас покажу и здесь наггетсы они были по акции вот чтобы они меня были вы лежали в морозилке больше они у меня будут вот такие классические две упаковки взяла думаю раз уж мне везут да и вот такие хрустящие три упаковки так сосиски я хочу потушить капусту сосисками то есть я не просто и набрала всего а еще с тем что я буду готовить папирони вот эти очень вкусные у меня и так едят и на пиццу очень вкусно в какие-то спеканочки и так далее он такой остренькая вот эта колбаска очень вкусная нам нравится так дальше здесь молоко большая кружка но давайте сразу напитки до сок яблочный тропический микс тархун мой любимый и меринду мальчишкам свои взяла вот такие вот творожки у меня тоже дети любят вот с такими ну вот это донисима донисима кстати вкусно еще чудо вкусное но мы что-то чудо не нашли поэтому взяли вот такие донисима разные попробовать дальше масло вкусноте его вот такое взяла большую сразу упаковку сыр вот такой сливочный президент и еще вот это моцарелла часто я добавляю во всякие вот запеканки и так далее в пиццу тоже хорошо это для пиццы но не только в пиццу можно и курочку куриную грудку сделать вот с этой моцареллы тоже будет вкусненько соусы вот это я беру вот такие соусы именно вот этой марки сенсой дали сенсой как правильно называется вот эти терияки для сковородки волк мясо овощи все обжариваете добавляйте соус и получается безумно вкусно к любому гарниру не обязательно даже покупать вот эти вот специальные ну китайские японские да вот эти вот макарошки лапшу вот эту не обязательно покупать можно и просто рис обычный самый и так далее если у вас нет сковородки бог вы можете просто на обычной сковородке как я и делала как до того времени пока мне не появилась сковородка бог очень классные вот эти соусы на одну сковородку вот на целую сковородку там мясо с овощами допустим или птица там или рыбы морепродукты что вы любите вот один вот этот пакетик получается на четыре порции но не знаю на 4 не на 4 у нас получается иногда и больше но вот этого пакетика хватает единственно что когда обжариваете овощи не солить их потому что здесь вот соленая вот это все то что взяла две упаковочки также взяла такой сметанный майонез хочу потому что сделать также винегрет вот здесь соусы кетчуп томатный махеев вот такой сырный кальви и вот этот кисло-сладкий у меня муж его любит очень с перцем чили вот это вкусно тоже от махеев так дальше здесь это я показала давайте вот здесь но это мальчишек немножко побаловать вот как раз два томатную пасту чтобы с рыбой потушить вот эта помидорка кстати мне нравится она неплохая вот это мальчишки у меня иногда на завтрак иногда едят иногда не едят в общем по-разному взяла вот такой с бананом и вот такой шоколадом по упаковочке и здесь у меня еще мука лентовская так хлеб вот такой тостовой и вот такой геркулес кстати вот этот вообще хлебушки от герб от хлебного дома очень вкусные мне нравится вот еще оладушкин вкусные вот такие хлеб в общем я заказывала там много всяких разных хлебцев всяких всяких разных но мне вот позвонили с магазина сказали что нету игру ну ладно тогда не надо мне чем заменять в общем какие были только вот такие были хлебцы вот ну в общем ладно пусть будут только они ничего страшного потом хлебцы это такое знаете уже добавила нужно и местные все что съездить магазинчик купить ну и здесь конечно же набрала фрукты овощи у нас все закончилось бананы очень кстати хорошие фрукты овощи потому что в ленте бывает такое что он начинаешь набирать там те же яблоки они попадаются на такие где-то мяты где-то гнилые где-то какие-то такие хорошо все выбрали вот к этому меня вообще претензий нет никаких так бананы веточку получилось я набирала там примерно там все по килограмму вроде как ставила вот потому что я не знаю сколько ну так вот мне сложно короче первый раз заказываю в общем пробный такой взяла манго дном там поштучно он продавался он такой прям мягенькая старшим сыном очень любим обязательно съедим смотрите яблоки кубанские я вообще такие вот яблоки и в ленте ни разу не видела может это первый год конечно такая поставка кубанские какие-то багряные должны быть наверно очень вкусные такие большие красные яблочки мы тем более любим и еще вот эти гала обычные дела я их все время беру груши конференц дальше апельсины с красной мякотью взяла тоже тут где-то у меня килограммчик наверное да да килограмм вот мандарины тоже хорошие мандарины выбрала обычно когда мандарины вот по такой цене там половина не очень хорошая вот но видите хорошенький выбрал вот курьер мужчина приезжал на не не знаю кто там выбирает вот здесь дальше у меня киви тоже немножко я взяла по-моему что-то в районе 500 грамм дальше здесь я взяла грейпфрут две штучки взяла мы их не едим я их обычно добавляю в чай как лимон вот то есть отрезаю дольку как обычный лимон только вместо лимона добавляя его и чай получается такой немножко горьковатый но при этом очень вкусный соответственно я еще взяла лимончик им тоже там же по весу не поштучно я поштучного поставила бы сколько мне нужно вот в общем пусть будут два лимончика 300 грамм до еще лаймы тоже по весу же там поэтому у меня получилось 3 я вообще наверно один взял или два но лайм у меня муж любит дальше гранаты тоже по весу я не знала сколько в общем взяла минимально получилось у меня два граната ну как раз как раз нам пойдет и здесь еще помидоры вот такие томаты весовые просто взяла ну вообще на вид очень хороший и вот такие вот огурчики почему такие потому что я знаю что сейчас весовые в ленте лучше вообще не брать они будут все мягкие нужно либо в упаковках либо по штучно которые и тогда они будут хорошие весовые все как перемороженные такие делающую капусту вот как раз потушу самом деле я думала что капуста будет большая но мне наверно было по весу больше стоит там килограмма два три чтобы небольшая большой коченок был но с другой стороны вот такой маленький тоже хорошо потому что я его как раз и потушу наверно ну не весь может половинку видите в принципе неплохую капусту ну здесь вот немножко темненькая но все равно она не треснутая никакая хороший такой кочешок правда вот эти листья видать сняты верхние ну ладно лук эконом тоже хороший выбран потому что лук эконом бывает там то есть его нужно обязательно выбирать он бывает очень мягкий такой особенно зимой выбрали мне очень даже хороший лук и свеклу как я сказала буду делать винегрет соответственно взяла еще свеклу как раз мне на винегретик хватит так что у меня получился вот такой вот заказ я очень довольна этим заказом если еще знаете просматривать какие-то скидки и так понемножку заказывать вот как у меня получился на мира торг вот этот но все равно в ленте если вот саму ленту сами непосредственно приехать тот эти наггетсы будут дешевле но я уже затарила пусть будут потому что это меня муж на завтрак может поесть и с собой взять в общем они у меня должны быть всегда вот так что вот такой вот у меня получился заказ и давайте я вам покажу чек и а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok